Друзья, всем привет! У меня в руках JBL Twins 220. Это ТВС-наушники от JBL, одни из первых у них в принципе. Я сегодня расскажу о том, чем они могут быть конкретно вам интересны, и почему-то, несмотря на то, что это ТВС-наушники, кардинально отличаются от всех остальных в этом сегменте. Давайте разбираться. Каждая ТВС-модель на рынке обладает какими-то уникальными фишками. У кого-то есть отдельный игровой режим, как у Realme, у кого-то есть активное шумоподавление, как у тех же самых Huawei FreeBuds. Но что, если ты хотел себе наушники ТВС-формата с минимум наворотов, но качественным звуком? Потому что с наворотами обычно как получается? Их добавляют, чтобы минимизировать расстройство от не суперкрутого звука. А вот в случае с JBL Twins получилось так, что здесь как раз-таки все было вложено именно в качество звучания. Даже на коробке с самими наушниками написана фраза PureBuds, что, в общем-то, смешит большинство людей, кто плюс-минус разбирается в наушниках. Но конкретно от этих ТВС-наушников такого баса я тоже не ожидал. Во-первых, эти наушники достаточно долго живут. На коробке написано 19 часов автономной работы. Это на самом деле довольно много. Сами наушники проработают 3 часа, и, соответственно, оставшееся время, 16 часов, есть в непосредственно кейсе. Сам кейс довольно плотный по сборке. У него абсолютно матовое покрытие, глянец есть только внутри. Причем здесь очень забавный элемент, который я впервые встречаю в ТВС-наушниках. Они левый наушник пометили синим цветом, а правый наушник пометили красным цветом. Такое впечатление, как будто бы я открываю холодную и горячую воду. Это очень странно, и ранее подобное в ТВС я не встречал. Наушники очень плотно садятся непосредственно в сам кейс. У них есть небольшое магнитное крепление, поэтому они-то залетают. И вниз, соответственно, не вылетают. Что, в общем-то, тоже радует, поэтому если вы резко захотите их открыть или закрыть, как в рекламе, то все будет нормально, ничего выскакивать не будет. Это классно. Что не понравилось, то что наушники заряжаются через microUSB. Несмотря на то, что в комплекте есть коротенький прикольненький кабель JBL. Очень странно, почему в эту стоимость JBL здесь оснащает их обычным microUSB. Хотелось бы, чтобы это все-таки был USB-C в конце концов. Но, с другой стороны, вспоминая, что JBL не планировала совать в эти наушники какое-то сумасшедшее количество технологий, это, наверное, можно даже простить. Оба наушника имеют по одной клавише. Они физически, они не сенсорные, нажимаются непосредственно на самом наушнике. Клавиши, что круто, нажимаются легко. Они имеют прирезиненную основу, поэтому их очень легко нащупать на самом наушнике. И это достаточно интуитивно происходит. Если зажать правый наушник, то вы, соответственно, попадаете в голосовой ассистент вашего смартфона. Будь то Siri, либо Google Ассистент, если это Android. По единичному нажатию происходит play-pause. Ну, а если же то же самое делать с наушником слева, то вы либо пропустите трек, либо вернетесь на трек обратно. В общем-то, какие еще могут быть вам нужны жестовые вещи от ТВС наушников? Базовый функционал здесь присутствует. Однако, есть нюансы, которые неочевидны и могут не всех устроить. Самая главная фишка, особенность большинства ТВС наушников, то, что их можно легко использовать как гарнитуру. Ты можешь достать любой наушник из кейса и просто начать говорить как по телефону или как обычной гарнитуре. Однако, в случае с JBL Twins есть забавная и странная особенность. Во-первых, они очень странно пейрятся смартфоном. Первый раз, когда вы их достанете из коробки, они находятся не внутри кейса. И вам нужно зажать две клавиши на самих наушниках, для того, чтобы они познакомились друг с дружкой. После чего их уже можно будет засунуть кейс, для того, чтобы они начали заряжаться. Ну и, соответственно, чтобы произвести первичный пейринг, вам нужно зажать кнопку на одном из наушников. И здесь основной наушник это правый. Соответственно, очень странная ситуация получается, при которой вы не можете использовать только левый наушник без правого. Но вы можете использовать только правый для разговорных движух, если вы нам нужно с ним поговорить по телефону, Telegram, Viber и так далее. И это очень странно, потому что большинство ТВС наушников взаимозаменяемые. Если вы достали левый, а правый спрятали, работа наушников продолжится и все будет работать. А вот в случае с JBL Twin, к сожалению, левый наушник отключается ровно в тот момент, когда правый попадает в кейс. Это странная особенность и это может не всех порадовать. Плюс надо учитывать, что ТВС наушники, к сожалению, имеют свойство теряться. И все, кто пользуется AirPods или аналогами с самого начала пути, знали или сталкивались с ситуациями, когда они теряли один из наушников либо кейс. Вот здесь есть проблема, потому что если ты теряешь условные AirPods, неважно какой, у тебя все равно остается хоть один наушник, ты можешь как-то использовать это как гарнитуру какое-то время, пока не найдешь замену. В случае же с JBL Twin, если ты теряешь правый наушник, то вся вот эта система абсолютно становится бесполезной. Если теряешь левый, не так страшно, но все равно неприятно и странно, почему JBL решили вынести всю электронику только в один из наушников. Позитивный момент во всем этом тоже есть. Несмотря на то, что функционально наушники очень простые, не обладают какими-то сверхтехнологиями, мне очень понравилась их форма. Да, они похожи по своей конструктиве на те же самые AirPods, но выполнены сильно по-другому, с другого пластика и по каким-то странным ощущениям их безумно приятно засовывать непосредственно в ушной канал. С AirPods такой ситуации не происходит по одной простой причине, потому что они глянцевые и через время от жира вашего тела они становятся достаточно мерзкими на ощупь. Вот у Twins покрытие матовое и из-за этого их безумно приятно вообще ощущать на голове. Ну и за счет этого в принципе они тоже неплохо держатся в ушном канале. Но в любом случае хочу заметить, что любые ТВС наушники это довольно индивидуальная история. И то, что может подойти вашим друзьям, может не подойти вам. Поэтому перед покупкой любого такого решения, не только обязательно, там, JBL Twins, я очень рекомендую подойти в наши магазины и одеть их, и послушать, и понять, вот нормально ли они сидят у вас в ушах. У меня такой проблемы нет, все хорошо, они не выпадают. Так что здесь все глупо. Самое приятное в JBL Twins это, конечно же, звук. Несмотря на то, что наушники работают 3 часа, этих 3 часа они выйдут в довольно качественное звучание. Мне не хотелось делать тише, хотя запас громкости достаточно приличный. Я действительно ощущал бас. И если напрямую сравнивать их звук с AirPods второго поколения или теми же самыми FreeBats, то я бы сказал, что они ближе по уровню качества с AirPods, но у них действительно есть бас, которого я в AirPods в таких количествах не ощущал. Это все, конечно же, очень индивидуально, и кому-то покажется этого баса недостаточно. Но опять же, если сравнивать с любыми другими ТВС наушниками, и мы выносим сейчас за скобку Sennheiser Momentum за безумные 10 плюс тысяч гривен, все-таки это совершенно другой ценовой сегмент, то среди подобных наушников JBL Twins я такого баса нигде не слышал. И это круто. Поэтому, если для вас в приоритете главное качество звука и удобство ношения, и вы не гонитесь за огромным количеством технологий, которые есть у тех же самых FreeBats, либо AirPods, либо те же самые Realme Buds Air, у которых есть тот самый Google Fast Pair, то JBL Twins очень прикольный вариант, который не будет запаривать вам мозг, он легко парится благодаря механическим кнопкам, но и имеет нюансы по поводу того, что вы можете использовать только один наушник правый, как основной для гарнитуры. Я даже не знаю, что еще вам рассказать про эти наушники. Хотелось бы, чтобы JBL поставила сюда USB-C, и, наверное, все-таки добавила сюда какой-нибудь минимальный мозг. Если у Realme получилось сделать Fast Pair от Google в такую цену, почему JBL не может? Это было бы очень удобно и практично для большинства пользователей на Android. Ссылку на наушники можно найти в описании. Там вы можете посмотреть в наличии, если они или нет, в наших магазинах, прийти и, опять же, послушать магазины. Ну и хорошего вам дня, качественного звука, ну и не болейте. Субтитры создавал DimaTorzok